На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Металлург победил, а Гомель проиграл. В чемпионате Беларуси по хоккею в экстралигии состоялись очередные поединки. Столивары принимали у себя лиду. В первом периоде, пропустив от Хартынского, хозяева быстро отыгрались. Филяев затолкал шайбу в гостевые ворота. На экваторе второй-третьей матча Столивары воспользовались удалением соперника. Никулин вывел свою команду вперед. Окончательный счет поединка на 49-й минуте установил Полищук. 3-1 в пользу Металлурга. Гомель в домашних стенах играл с Неманом. Гости в каждом из периодов по разу огорчили Бабарико. Партнеры гомельского голкипера ни одну из своих атак до логического завершения так и не довели. Поражение 0-3. Завтра подопечные Сергея Стайса ждут в гости лиду. Неман отправится в Жлобин, где сыграет с Металлургом. В чемпионате Беларуси по мини-футболу впереди 18-й тур. Его программа растянется на три дня. Ближайшие выходные и 3-е марта. БЧ 18-й тур пропускает, но отдыхать железнодорожники не намерены. Завтра команда Дмитрия Камека на паркете спорткомплекса «Локомотив» сыграет спарринг с рогачевской дружиной «Гомель-Молоко». Начало в 12.30. В 15.00 на эту же спортивную арену выйдут ВРЗ и столичные «Динамо» БНТУ. В первом круге вагоностроители без проблем обыграли студентов в 5.00. Параллельно в Светлогорске и ЦКК будет встречаться с Оршанским «Витеном». В первом круге, напомню, сильнее были энергетики. 4-2. «Гомельская энергия» в ближайшие выходные сыграет очередные поединки чемпионата страны по волейболу. В 17-м туре соперник энергетиков «Легион» из Обухова. В первом круге подопечные Дмитрия Лихорада на выезде дважды обыграли соперника со счетом 3-0. Две ближайшие встречи пройдут на паркете гомельского спорткомплекса «Локомотив». 23 февраля поединок начнется в 18.00, 24 в 12.00. После 16 туров энергия уверенно удерживает третью позицию в турнирной таблице. Предстоящий соперник располагается на пятой строчке. В «Гомеле» завершилось первенство Беларуси по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Состязания проходили на арене Дворца легкой атлетики в числе лучших спортсменов турнира Марк Потей. Представитель «Гомельской области» выиграл финальные забеги на 200 и 400 метров. Кроме того, он помог «Гомельскому трио» подняться на третью ступень пьедестала почета в шведской эстафете. 600, 400 и 200 метров. Победителями первенства также стали Степан Чешанков в забеге на 60 метров, Мария Каток в прыжках в длину, Александр Ковалев в забеге на 60 метров с барьерами и Дмитрий Марфушкин в прыжках с шестом. Кроме того, в активе «Гомельских атлетов» две серебряные и шесть бронзовых наград. В общем, в зачете «Гомельская область» заняла четвертое место, пропустив вперед команды Могилевской, Брестской и Гродненской областей. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова